Всем привет! Это Мэтт Лакас Ченнел и вы смотрите 17 серию прохождения игрушки Minded Magic Clash of Heroes. В прошлой серии мы проходили головоломки и давайте я покажу. Вот мы получили два артефакта. Золотое копье и посох Эльрата. Вот интересный довольно артефакт. Посох Эльрата он позволяет нам, ну жрицы будут вместо того чтобы нас лечить, они будут наносить повреждения врагу. Насколько я помню я с этим артефактом до этого особо не играл. Сейчас я попробую играть именно с ним. Так, еще давайте немножко переформируем нашу армию. Пусть у нас будут ангелы и жрицы. Ангелов нужно будет немножко раскачать. Ну и жрицы. Докачать до конца так сказать. И вот предлагаю с таким вот, собственно, набором играть до конца этой кампании. В этой миссии, в этой серии давайте проходить дальше побочные задания. Так, и давайте пойдем, скажем, повыполняем миссии нашего работодателя и немножко заработаем денег. Так, здесь где-то буду-то сказать. Ага, надо немножко ниже спуститься. Нет, не надо нам случайной битвы. Так, давайте спустимся в подвал. Здесь в подвале у нас есть товарищ с мешочком над головой. Давайте сначала лучше откроем сундук. Так, сплавленные атаки. Дополнительно 50% силы нет. Давайте не будем его экипировать. Так, давайте посмотрим, что здесь находится. Немножко барахла. И давайте нападем на этого товарища. Да, начнем сражение. Ах, седьмой уровень. Ну, в принципе, нормальный, я думаю. Так, у него есть вампиры. Вампиры, еще раз напомню, они имеют такую способность, что когда они атакуют и долетают до меня, то часть энергии переходит к противнику. Так. Так, ход переходит ко мне. Давайте сделаем такую маленькую комбочку. Так. Давайте еще стенку сделаем здесь. Ммм, хе-хе-хе-хе. Так, давайте сделаем еще стенку здесь. И начнем потихонечку собирать ангела. Думаю, это хорошая идея. Так, но ангела сейчас я пока не соберу. Я могу собрать жрицу. И сейчас посмотрим, будет ли действовать наш артефакт. По идее, он должен будет по чуть-чуть отнимать у противника. Так. Мои стены довольно крепкие, его от зомби не пройдут. Так, он собирает одного вампира и пытается собрать второго. Так. Да, по две единицы отнимается. В общем, по-моему, довольно хороший артефакт. И здесь будет действовать, по сути, стратегия следующего рода. Можно застроиться стенами. Ну, как-нибудь в углу ждать, когда у нас соберется, скажем, ангел. И дополнительно несколько жриц собранными держать, чтобы они потихонечку отъедали немножечко жизнью противника. Так. Я сейчас думаю... Так, давайте призовем. О, отлично. Я могу создать еще одну стеночку. И теперь вот эти вот его... Ам... Вампиры мне не страшны. Так, тем временем давайте соберем здесь... Так, так. Слинкованная атака. Это хорошо. Ну, что еще? Давайте здесь на следующем ходу соберем еще одно формирование копейщиков. Так, тем временем... А, наш противник собирает еще одного вампира. По-моему, это для меня не страшно. Или все-таки страшно. Так. По-моему, у вампира довольно много очков будет. Поэтому давайте здесь построим еще одну стенку. Так, я чуть не забыл здесь атакующее формирование. И давайте призовем. О, отлично. У нас есть еще одна жрица. Так. Так, так. Вражеский скелет. Еще один вампир. Видимо, он его будет собирать. Но, по идее, толку от этого особо не будет. Мои копейщики довольно сильно его смогут ослабить. Как мне кажется. Так. Жрица атакует. К сожалению, урона не наносит. Ничего страшного. Так. Давайте эту жрицу перенесем сюда. Здесь берем дополнительную стенку. И начнем собирать эту самую жрицу. Так, тем временем, давайте посмотрим. 25 единиц. Вот как раз ровно на 25 единиц у меня стенки и поставлено. Хорошо. Так. Наверное, здесь жрица не очень хорошо началась и брать. По-моему, сейчас она получит некоторые повреждения от данного вампира. Ну да ладно. Так. В принципе, она выживет. Это хорошо. И будет потихонечку наносить урон противнику. Так. Что мы можем сделать здесь? У нас есть еще одна жрица. Надо подумать, где же ее стоит собирать. В принципе, мы можем здесь оставить ее на месте и собирать вот в этом же столбике. Так. А что еще можем сделать? Помню, ничего хорошего мы не можем сделать. Давайте подождем. Подождем. Вампиры атакуют. Наша жрица выживает. И... Так. Зомбики. Понятно. Так, так. Наш ход мы немножко отъедим. Две единички. Еще семь единичек. Бой идет довольно хорошо. С нашим новым артефактом. Так. Что еще? Еще можно... Вот. Не подумал над порядком ходов. Можно было этих мечников собрать и на этом ходу. Так. Ох-ох-ох-ох. Зомбики отравляют ангела. Ну и ничего. На следующем ходу мы атакуем. По-моему, это будет не смертельно. Но все равно наш ангел будет немножко ослаблен. Так. И вот здесь вот нужно срочно устраивать защиту. Так. 50 единиц. Отлично. Есть вероятность, что мы на этом ходу победим. Но она... Она была довольно большая. Но, к сожалению... Так. 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 Давайте здесь соберем. Сейчас нам нужно здесь выстроить побольше народу. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Так. Давайте призовем. Что мы можем сделать здесь такого интересного. Так. Давайте соберем тут. Я здесь подумал, думал, может, какую комбо могу создать. Но, походу, комбо нормальное создать не смогу. Вот черт. Этот вампир сведет на нет. Все мои атаку. Ну, ладно. Давайте просто попытаемся от него как-нибудь посильнее защищаться. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Вот так. 11. 11. Давайте... Нет, нет, нет. Давайте лучше этого сюда перенесем. 14 единиц. Но он сейчас немножечко подрастет. Вот 3 единицы перейдут к противнику. Но это ничего страшного. Потому что на следующем ходу наши жрицы оттяпают нужное количество единицы противника. Все будет хорошо. Так. И победа. Наши жрицы сделали свое черное дело. Так. Чуть не хватило до 5 уровня. Ничего. Так. Так. Хорошо. Далее. И можем подти за награды. Но пока этого делать не будем. Я здесь видел еще одного товарища. Рядом. Он тоже относится к нежити. И с ним можно немножко посражаться. Так. Так. Давайте сразимся. Он... Ну, это что-то вроде испытания дружеского. Так. Ох. И сразу же ход противника. Не очень хорошо. Ну да ладно. Так. Окей. Ох. Как много зомбиков. От этих вот зомбиков же, конечно, хорошо бы защищаться. Так. Давайте здесь создадим стеночку. Что мы еще можем сделать? В принципе, можем создать еще стеночку. Так. К сожалению, еще стеночку создать не получается. Так. Нет. Ты оставайся на месте. Так. И вот так. Еще стеночка. Нам нужно больше стеночек, если что. Гораздо больше. Так. Шесть. Вот здесь вот нужно защититься. Срочно. Так. Так. Давайте здесь выстроим атаку. Здесь тоже атаку. Потом этого товарища переместим сюда. Сделаем так. И вот так. Вот неплохая комбо. От зомбики до десяти они прокачаются, интересно, или нет? Узнайте. Я не хочу рисковать. И давайте ангела я немножко спрячу. Чтобы его точно не задело. Восемь. Девять. Сдря я волновался. Ну да ладно. Так. Так. Хорошо. Понятно. Так. Давайте ангела вернем что называется на место. Призовем войска. Так. Так, так. Что можем сделать? Можем еще построить одну дополнительную стеночку для ангела. и можно попробовать начать его собирать. Так. Хорошо. Понятно. Сделаем так. Так, чувак. Я зря это немножко сделал, но ничего. Потом сделаем вот так. Так. Шесть единиц маловато будет. Но ничего. На следующем ходу я собираю ангела. У меня достаточно синих лучников. Но, к сожалению, мой ангел будет отравлен. Это не очень хорошо. Что ж поделать. Так. Тем временем мои атакующие формирования атакуют и наносят мизерное количество урона. А тем временем я собираю ангела. хорошо. Сейчас он пробивает и мой ангел, к сожалению, отравлен. Да, интересно он умрет или нет до своей атаки. Конечно, не хотелось бы, чтобы он умирал, но посмотрим. Шесть единиц. конечно довольно мощный его. Так. Давайте так сделаем. По сути моя жрица теперь защищена довольно неплохо. Так. Давайте так сделаем. на следующем ходу мы собираем жрицу, которая будет потихонечку откусываться. свою долю. Тем временем ангел получает еще дозу отравляющих веществ. Окей. ничего страшного. Так. Отлично жрица собрана. теперь хотелось бы собрать вторую жрицу. Так. это сделаем. Так. И что мы можем еще себе позволить? Мы можем позволить себе призвать еще народ. Хорошо. Так. 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 У противника видимо совершенно больших существ нет. У него только зомби. Много много зомби. которому нужно много мозгов. Так. Что еще могу сделать интересного? Так. Как тут ничего в голову интересного не идет. давайте здесь создадим отряд лучников. Хорошо. хорошо. еще мы можем здесь собрать отряд так давайте еще соберем отряд здесь и возможно в следующем ходу соберем отряд здесь так противник атакуют ох мой ангел почти на последнем издыхании я подозреваю что он таки умрет и не сможет совершить атаку да ангел умирает к сожалению у меня есть еще один ангел и желательно чтобы они второго ангела все-таки не убили потому что если он будет убить то на ангелов не будет начисляться опыт это не очень хорошо так черт боюсь моя жрица погибает совершенно случайно так еще одна моя жрица отравлено ok все-таки эти вот зомби противные товарищи ну ладно так чуть-чуть урона наши жрицы к сожалению не простреливают но ничего мы уже больше чем на половину нашего противника покоцали так и у нас есть еще две жрицы сейчас надо подумать как их нормально так расставить чтобы так давайте вот так вот сделаем и вот так вот хорошо так вот так вот понятно так сейчас я соберу вот эту вот жрицу после того как мои мечники атакуют так раз жрица а вторую жрицу и видимо соберут только на следующем ходу так эта стенка принципе достаточная защита от вот этих зомби так что здесь все хорошо так 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 хорошо а сейчас мои копейщики вроде как пройдут до конца ряда не получив урона вот отлично мы уже почти добили нашего противника так жрица и принципе я думаю сейчас можно просто аккуратно сидеть в обороне и ждать когда наши жрицы до ковыряют нашего противника так мой ход отлично немножко покоцали видимо на следующем ходу мы побеждаем так 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 вроде совершенно негде меня уже достать я думаю можно просто пропустить ход и ждать победы на следующем ходу так 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 ну ему ничего не поможет наши жрицы атакуют и мы побеждаем в общем довольно имбовый артефакт мне очень нравится если честно так мы седьмого уровня достигли наши все базовые юниты достигли пятого уровня и ангелы второго уровня и жрицы третьего отлично так так вот ангелов надо желательно сейчас прикупить так хорошо так давайте пойдем из этого спального районщика это не надо нам случайных встречи вроде бы всю нежисть в этом райончике мы искреннили так давайте что сделаем давайте заберем нашу награду так награду отлично спасибо и пойдем докупим немножко ангелов потому что у нас только один ангел остался ангел нам могут понадобиться в ближайшем будущем так в принципе давайте сначала еще жрицы докупим жрицы нам тоже можно их по максимуму вот еще две купим отлично и пойдем докупим ангелов так где ангелы то нет это грифоны ангелы видим у нас еще немножко на следующем кусочке карты так вот и ангелы закупаемся по максимуму у нас достаточно средств для этого и идем обратно и по сути сейчас мы сделали все приготовления для того чтобы пойти на арену сражаться на арену там сейчас проходит рыцарский турнир мы сейчас седьмого уровня ангелы второго уровня жрицы третьего в принципе я думаю это довольно неплохой у нас шанс победить в этом турнире ну а собственно самим этим турниром мы займемся следующей серии на этом я прощаюсь всем спасибо за внимание и всем пока illy всё всё